Девчонки, всем привет! В последнее время у меня было очень много разных покупок для дома, таких уютных, приятных мелочей, которые позволят вам сделать интерьер более интересным, более уютным. Также подготовить квартиру вашу к праздникам, либо уже просто какие-то вещи, которые можно использовать абсолютно в любое время, не обязательно в праздники. В общем, если вам интересно узнать, что же я такое купила, то поехали! В магазине Ikea такой классный подсвечник, они есть в разных цветах, и это такой как бы домик классный, куда внутрь стояется свечка, очень хорошего качества он. И смотрится красиво в интерьере, можно выбрать такой красный, серебряный, абсолютно любого цвета. Вы уже видели, у меня на заднем плане сходила с ума вот эта вот гирлянда, и на самом деле такие классные огоньки я люблю заказывать. На самом деле я их заказывала с ebay, и там они стоят очень дешево, я их просто обожаю, и это холодный белый цвет, я их люблю часто вставлять в видео где-то, как какой-то фон, либо сейчас Новый год, прикольно просто где-то развесить, отлично, также на елку. У меня здесь елка, но вы видите, что у меня там такие огоньки разноцветные. Короче, я обожаю, и смотрится так красиво, здесь есть несколько режимов, есть такая кнопочка, несколько режимов мы можем вставить, то есть они могут там мигать по-разному. У меня там розетка, также они бывают на батарейках, в общем, мне кажется, это классная вещь, на ebay можно купить на алиэкспресс, потому что цены на такие огоньки очень бюджетные. Вот в этом углу вы можете видеть такую гирлянду, которая висит, это не гирлянда, это эти шарики, которые вы наверняка сейчас видите абсолютно везде, они популярны несколько лет, и особенно часто их продают на Рождество. Это такие как бы шарики, которые как клубочки связаны, они под разных оттенков, внутри огонек, и в общем, они смотрятся только прикольно, вы можете купить, я думаю, вот у нас в Латте продается в торговых центрах, я видела, а также в интернете, но я заказывала вот эти вот с ebay, их там, по-моему, было 30 шариков, что-то типа за 7 евро, обалденно, и я устроила там себе такую как бы красоту на своем месте рабочем, но также отлично подойдет просто повесить на комод, на дверь, где-то на шкаф, на кровать, абсолютно в любое место, где вы хотите немножко такого чуда, какого-то, какой-то сказки, и они есть абсолютно в разных цветах, в общем, это суперпокупка, если вы хотите украсить ваш дом, и не обязательно на Новый год и Рождество. Следующая покупка, это, скажем, такая декорация, я очень люблю все мастерить и, знаете, так складывать, всякие там вазочки, все внутри, и, в общем, здесь такая вам идея, как сделать что-то интересное, в общем, это обычная вазочка, она у меня была куплена давно, сейчас я прикупила только вот такие свечи в Икеа, и давно у меня были такие бусики, мне дарил их Леша, тоже для декораций, вы можете сюда использовать декоративный какой-то камушек, либо декоративное стекло, ну, любую какую-то стружку или все, что вы хотите, камешки можно даже просто на море собрать, и просто сложите у вас, посмотрите, какая прелесть, вы зажжете, это будет супер вещь, красиво на столе, на комоде, на, не знаю, мне кажется, везде, если вы любите свечи, любите что-то такое простое, но в то же время оригинальное, то вот попробуйте сделать что-то похожее. К слову о свечах и о том, что я люблю что-то мастерить, в общем, я недавно купила себе вот такие нитки, и эти нитки, я даже не знаю, когда-то давно они назывались хозяйственные нитки или как-то так, раньше, знаете, там, заматывали обычно такими нитками что-то хозяйственное, или там какое-то мыло, что-то такое, но они смотрятся дико классно в интерьере, и они продают такую интересность вещам, я бы сказала, я очень хотела такие нитки, чтобы там что-то вернуть, даже подарок, новогодний, вы можете обернуть такой ниткой, будет смотреться классно, и у меня есть такая декорация тоже, которую я сделала давно, кстати, вот хотела вам как раз сделать такое видео, показать свои декорации, и это обычная банка из-под нутеллы, давно мы кушали нутеллу, здесь, по-моему, 0,5, и это, скажем так, не просто какая-то декорация, собранная мной, это такая особая дорогая мне вещь, потому что здесь вещи, которые мы привезли из Греции, из Крита, с обалденнейшего отпуска, и мы были на таком черном пляже, у них там такой вулканический песок, и вот это вот я привезла оттуда, это такой камешек, такой черный вулканический песок с Крита, одного из пляжей, и эти камешки также мы собирали специально на море Греции, в общем, обалденные, вот сложила такую композицию, внутрь вставила обычную чайную свечку, и это у меня такой подсвечник, и чтобы она не была такая голая сверху, в общем, вот я обвязала просто вот этой вот перёвочкой, и получилось очень красиво, на мой взгляд, так у меня стоит она всегда на столе, сейчас зима, и вот у меня нашлась такая декорация, это обычная проволока, которая продаётся в магазинах, типа там очумелые ручки, умелые ручки, сделай сам, и это что-то типа брусника или клюква, я просто обернула вокруг, и надела на подсвечник, и уже такой более-менее новогодний вид у моего подсвечника. Последние несколько вещей, которые касаются также свечей, я обожаю, всякие подсвечники, свечи, в общем, ой, это моя любовь, и я купила обычный в Икеа такой комплект, он стал так дёшево, из таких вот красивых подсвечников, это такие стеклянные красивые, такой квадратной формы подсвечники, которые выглядят минималистично, у меня их 5 штук, это был комплект, и отлично подойдёт, если вы любите какие-то маленькие свечи, поставить там, не знаю, за чашечку чая куда-то, или даже просто возле компьютера, а либо я люблю на Новый год украшать там всё вокруг свечами, в общем, мне нравится, и лишним, я думаю, интерьер, если вы любительница свечей, эти подсвечники не будут. Также в Икеа очень такой популярный продукт, это вот такой подсвечник, обычная такая тарелочка, железная, я купила таких две, одна у меня пока стоит без дела, в общем, придумаю, что с ней сделать, а вторую я покупала с целью ставить как подставочку на полку, куда я складываю свой парфюм, конечно же, парфюма у меня не так мало, здесь всего лишь на 4 маленьких бутылочки, но это смотрится классно, и вот, кстати, любого рода прямой, да, без фактуры, какой-то подсвечник, или такая, типа, как подно, что-то такое, вы можете ставить на какое-то видное место, если он хорошо выглядит, красиво, туда можно ставить какие-то ваши штучки женские, то есть духи, либо же, там, пудру складывать даже, вы можете положить туда какие-то ваши украшения, это будет смотреться всегда красиво, и такая универсальная вещь в интерьере, мне кажется, смотрится очень по-девчачьи, и белый цвет всегда выигрышен. У нас дома очень давно была такая вещь, что-то типа, такой, как бы, подставки, либо рамочки декоративные, я ее дарила давно очень Леше, очень давно, но это такая рамочка в форме лав, то есть вы можете ее подвесить, либо вы можете ее поставить на стол, у нас она лежит вот на той верхней-верхней полке, возможно, вы уже замечали в моих некоторых видео, и раньше здесь были какие-то фотографии, они были низкого качества, я распечатывала очень давно наши рэндом какие-то фотографии, это был такой сюрприз Леше, на обычном принтере, на обычной такой бумаге, глянтовый для принтера, но смотрятся не очень эти фотографии, и у нас стояла там вот эта вот композиция, в общем, как-то что-то мне хотелось поменять в интерьере, и я решила, что я куплю обычный большой черный картон, вырежу вот эти буковки, и поставлю картон внутрь вместо фотографий, в общем, смотрятся, по-моему, красиво, интересно, я знаю, что можно купить в некоторых магазинах обычные такие буковки, там можно лав собрать, или там, не знаю, что там у вас, А плюс Д, какие-то там слова, или просто букву одну поставить, как в честь вашего имени, куда-нибудь там на комод, мне показалось, что вот такое бело-черное сочетание будет смотреться выигрышно, красиво, и действительно, я очень довольна, как это получилось. У нас в Юске продавались такие рамочки с мотивационными надписями, я их называю так, и если вы смотрите какие-то, например, Пинтерест, либо какие-то видео про интерьеры, вы наверняка заметили, что очень многие люди вешают, например, на белую стену, на куда-нибудь там наверх, либо там на стол ставят, на полки, какие-то рамочки не с фотографиями, а с какими-то там фразами, либо какой-то шуткой, либо чем-то мотивационным, в общем, я увидела такие у нас рамочки в Юске, и вот здесь вот красивый такой бронзовый актуальный цвет в интерьере, в этом сезоне здесь написано В общем, не знаю, конечно, я не скажу, что я там смотрю каждый день и как-то мотивируюсь, в общем, мне просто нравится, как это смотрится, это можно куда-то повесить, у меня это решит на свои полочки, где огоньки, где как бы моя женская полочка, там всякие духи, и мне кажется, это выглядит красиво. Также у меня еще есть одна рамочка, мотивационная с Юска, она такая минималистичная, кому-то может показаться такой какой-то похоронный, но мне нравится черный с белым, она большая, здесь все черное, и маленькая надпись, «Your somebody's reason to smile». Может быть, это может показаться глупо и бессмысленно, как, например, думает Леша, но я их поставила, они не выглядят вычурно в интерьере, они как-то дополняют, такая маленькая изюминка в вашем женском уголке или просто что-то, что будет вас радовать каждый день, какая-то мелочь, которая дает интерьеру немножко такой перчинки, что ли, в общем, что-то от вас. И третья надпись, я не знаю, просто я увидела в интернете, и я смотрела очень много видео с Викторией Бекхом, и вот эта фраза у нее очень часто появляется, когда она говорит про красоту, про женщину, про свою коллекцию косметики в коллаборации с Эсте Лаудер, про свою коллекцию одежды, в общем, и вообще, это такая вдохновляющая женщина. И вот эту вот надпись нашла в интернете и решила распечатать на такой серебристой бумаге, обычной серебристой рамочке, которая была у меня уже дома, пустовала без фотографий, и здесь написано «Be the best version of you». И маленьким шрифтом внизу «Do the best you can». На самом деле, это, знаете, так, вроде все понятно, но я смотрю, и мне как-то приятно смотреть на такую надпись, и я как-то себе настраиваю, что я должна каждый раз делать лучшее, лучшее из того, что я могу как бы выжить из себя, скажем так, лучшее из того, что ты можешь сделать, делай. Короче, мне нравятся такие надписи, и они смотрятся классно в интерьере, по крайней мере, в нашей комнате смотрятся супер. Хочу заключить немного такими вещами больше для кухни. С маленькой изюминкой, обычная белая кружка, стандартной, красивой такой формы. Здесь нет ничего необычного, просто такие как бы волны, или такие маленькие какие-то линии, и они не нарисованы, они даже выгравированы, и внутри это получается что-то такое матовая поверхность, в общем, сама кружка глянцевая, внутри вот эти вот волны матовые. В принципе, обычная кружка, но мне нравится, как минималистично она смотрится. Короче, да, люблю ее. Есть такие классные штуки, это как бы пакетики для чая, если вы любите пить чай, например, не пакетированный, а какой-то развесной, натуральный, но вам лень заваривать чайник, или вам не хочется там потом мыть вот эту вот, знаете, такую ложечку железную с дырочками, либо какие-то силиконовые такие формочки для заваривания чая. В общем, вы хотите заварить чай, выпить его, насладиться, и ничего не мыть после этого, то вам подойдут вот такие классные как бы пакетики. Они продаются в разных формах, есть для чайников такие большие. Я их покупаю постоянно. В общем, покажу вам. Это такой обычный пакетик. Раскрываем, кладем внутрь чай. Я обычно как бы закручиваю вот здесь вот, то есть кладу чай, закручиваю вот здесь так, чтобы у меня чай не вылез, кладу в кружку, и все, потом чай завариваю и спокойно его выкидываю. Штука какая-то больше, она космическая, мне так кажется. В общем, выглядит на ней прикольно. И это типа пароварка. В общем, в чем суть? Мы наливаем воду в кастрюлю, кладем эту штуку, сюда можно котлеты, либо брокколи, либо овощи, мясо, пельмени даже я видела. Тогда просто вам надо наливать уже как бы все полное. Можно даже макароны, которые не спагетти. И в чем прикол? Мы как бы захватываем таким железным, такой железной штучкой, у меня она осталась там крючком, и вычагиваем из кастрюли, у вас вся вода сливается, и вы можете там поставить в раковину или куда вы хотите, на поднос. То есть, грубо говоря, вам не надо вычерпывать там, что брокколи из воды, ловить какие-то макароны, легко вытащить, но и также это как пароварка. То есть, вы можете накрыть крышкой, у вас здесь на пару будут готовиться, например, котлетки, либо брокколи. Короче, интересная вещь, она занимает очень мало места, да, это не пароварка там из двух-трех кастрюль. В общем, если вы что-то такое ищете, посмотрите, вот в Икеа есть такие штучки. Хочу показать вам последнюю такую вещь, это опять в тему декораций к Новому году. И у меня с разных других лет оставались какие-то игрушки. Положила в вазу и смотрится красиво на столе, посмотрите, мне нравится. Можно какие-то кофейные зерна, можно пробки из-под вина. Кстати, у меня есть такой один бокал стоит с кофейными зернами, с палочкой корицы и с винными пробками. Смотрится красиво. Если вы любите такие вещи, тогда вы можете сами запросто их сделать дома и тем самым разнообразить ваш интерьер. Девчонки, рассказала я вам все, что я приобрела в последнее время для дома. Расскажите, понравилось ли вам такого рода видео, интересно ли вам смотреть какие-то покупки для дома. В общем, да, всем хороших праздников, хорошего отдыха. И пока-пока, до скорых встреч!